Привет Валера еще раз. Давай записывай. Записывай уже, да, уже сделал запись. Ну раз уже мы с тобой общались по поводу того, что атака была пси-оператором на тебя, да? Был такой разговор в сети? Да. Ты сказал, что можешь рассказать, как на тебя было воздействие от пси-оператора. Поделись, в чем заключалось это воздействие, как оно образовалось? Ну, в Новый год, в прошлый год. Я начал слышать голоса вызова своего телефона. Как будто кто-то записал разговоры твои, да, и прокручивался с твоей телефонной книжкой, да? Правильно я понимаю? Это же потом, да. Я слышал и записи своих, и был удивлен очень, что я слышал очень точное совпадение моих разговоров, как бы из эфира что ли. Получается, это было прокручивание, да? Опять то же самое, подряд, повторение. Да, да. Ну, сначала меня донимали звонки моего телефона. Я подхожу к телефону, а телефон молчит. Так. Ну, как бы из воздуха. Откуда? Ну, я нормальный человек, психически здоровый. Так. Когда такого раньше не было. Так. А тут звонят и звонят, и днем, и ночью звонят, и звонят, и звонят. Вот этот вызов. Все время как в голове у меня. Я начал искать, и не могу найти, и на улице, и в доме, и нигде. Я уже прислушивался и к батареям, и к газовым батареям. Но воздействие было интересное, очень любопытное, интересное воздействие. Да. Вот. А потом все хуже еще пошло. Потом уже... Что случилось потом? Ведение? Да. То есть, как кинопоказ, получается, да? Нет, ну, натуральный, понимаете, вот... Ну, как сказать? Вот я лежу, моя кровать напротив окна. Да. Алло? Да, да, да. Слышно, слышно, говорю. Да. Вот напротив окна. И со мной разговаривают, как бы, летчики, летящие с юга на север. На большой высоте над тобой, получается, да? Я выхожу на улицу, смотрю. Я не понимаю, я сам был удивлен. Я говорю, мне никогда такое в жизни не было. Я выхожу на улицу и смотрю в небо, внимательно, потому что через огно тоже было видно точки. Выхожу на улицу, смотрю на небо. Да, точки движутся. Вот как спутники. Их мука, они движутся на север. И разговоры летчиков. У меня все хорошо, мой отряд все нормально, там, типа... Ну, их между собой переговоры технические, да? Правильно я понимаю? Да, да, да. Я ищу в Петербург, все нормально. Я бы такой сроду не придумал такие разговоры, честно говорю. У меня фантазии бы не хватило такое. Значит, получается, что? Это кто-то воздействовал, откуда-то какие-то записи ко мне прислали или что, я не знаю. Вот. Но это еще было полдела, это вообще были тверилочки. Я там мешаю, нет? Нет, все хорошо рассказывать, Валера. Дальше были еще цветочки. Это... Дальше... Я утром просыпаюсь, рано утром, ну, часов восемь, там, смотрю в окошко, у меня соседний дом. Смотрю, соседний дом, лезут чужие люди, он пустой дом. Как? Лезут чужие люди. Я звоню соседу, говорю, Леша, он у меня бывший афганец, Леша, смотри, говорю, там что-то галки в дом лезут, ограбить что ли хотят или что? Он говорит, ты что, с ума сошел что ли? Ну, возьми ты опору, отдони их. А мне страшно, честно говорю, это интересно. Целая куча лезет в дом соседний. А я их вижу. Хорошо, дальше пошло развитие еще хуже. Эти люди, короче, я их видел дальше еще. Ну, вот с соседним Лешкой. Они разговаривают с ним через огород, там где-то метров пятьдесят, наверное. И он их загораживает от меня, потому что он ко мне хорошо очень относится. Он их загораживает от меня. Ну, как бы разделительной полосой является. Но они со мной в это время разговаривают через воздух. То есть, непонятно откуда. То есть, вообще, какой-то дом. Алло. Так это получается, разделительная полоса, это забор между вашими домами, да, был? Да. Я их зову ко мне. Стоят три-четыре человека. Я работал в радиоцехе до этого. Так. А они до этого ездили в Ижевский радиозавод. Я так думаю, оттуда какую-то аппаратуру они притащили. Воздействие. СВЧ, я так думаю. Ну, я радиофизик. Так. Ну, я так думаю, мне кажется. Потому что для меня это было вообще удивительно. Как это можно воздействовать на мозги человека здорового. В слове СВЧ, в сокращении СВЧ, высокой частоты АС, что означает? А, ну, это вот, как бы сказать, миллиметровые волны, которые могут, если их модулировать, они могут воздействовать даже на мозг. То есть они проникают сквозь кору земной коры. Исследовали, это я еще в радиожурнале раньше читал, они очень глубоко проникают в земную кору, изучают там полезные ископаемые. Вот. Вот. Я и слышал эти голоса. Они были замотраны, эти люди, замотраны, мои, с радиоцеха, мои, сослуживцы, соработники. Ну, понятно, понятно. Они были замотаны в шарфы, на них были черные очки, они прятали. И я и слышал голоса, когда они разговаривали. То есть у них была какая-то связь, если не через космос или там через что воздействовали. Я не знаю. Но я их слышал хорошо. Я сделал вид, что я их не замечаю. Так, дальше. Они говорили, что я совсем с ума сошел. Посмотри, тут твой друг стоит рядом. Ну, я на них внимания не обращал, потому что вообще не хотел это поддерживать. Это подлость вот эта, не знаю, розыгрыш или как это понять. Я не понимаю. Вот. Но они со мной разговаривали очень долго. Потом они пропали. Я после вот этого прошлого Нового года никогда такого не чувствовал, честно говоря. И до сих пор иногда выпиваю. Никогда такого не было у меня. То есть это был пробный шар, можно так понять, да? Да. Это был пробный шар, то есть возможность у бывших коллег подключиться к сознанию твоего. Да, 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 да. Ну, они знали, что я против Путина еще давно. Я говорил, что просто у меня аналитический мозг, я два университета закончил. Я говорил, что я не понимаю вот этих действий, которые сейчас происходят. Что против народа все происходит, нифига хорошего не бывает. Путин одно говорит, а потом границы закрыты, железная дорога в жопе полной. Да. Я это всегда говорил. Но у нас многие люди, они или продажные, или я не знаю, что, может у них какие-то там связи с чего, но они очень ко мне относились плохо из-за Путина. Это уже давно было. Это давно уже. Год или даже два, ну, по крайней мере, само минимум. Я вам правду говорю? Я честный человек. Я русский офицер. Выводился с полковничьей должности. Работал в Академии наук СССР. Теперь на пенсии? Нет, у меня пенсии. Я мало там работал. Мне сейчас 59 лет. У меня ничего нету. Я голодный сижу, мелкими ремонтами, аппаратурой промышляю. У меня четверо детей, одна на Майдане пропала, без вести, вместе с семьей. То есть, я обижен, если бы сказали, что моя фамилия там на О кончается. Нет. Я ненавижу фашистский режим и готов сам даже взять оружие, чтобы освободить эту говно, блин. Порошенко дерьмо, блин. Да и все там нахер. У меня семья там пропала. Дочка мне пропала там. Да как можно противостоять этому воздействию в подсознании СВЧ воздействия? Вы в интернете вообще ознакомились, посмотрели, что там я не один такой сумасшедший? Ну почему я бы не сказал, что ты сумасшедший? Ну хорошо, посмотрели там, я сам-то уже смотрел, смотрел нормальные человеческие лица, они говорят, чувствуются правдой. Тем более, я бы если на себе не почувствовал эту херню, я бы не поверил, честно говорю вам, не поверил. Представляете себе, да? Два раза в промежутке времени, два раза как бы в отрыве подействовали. Один раз я вообще какую-то такую музыку слышал, но в другой комнате жил, у меня большой дом, ну 4 комнаты. Да. Какую-то вообще непонятную музыку слышал, и слышал разговоры, как будто бы соседи за меня очень беспокоились, дядя Валера как бы его там не обидели, как бы не обидели, и там между собой что-то они какие-то распрогрели. Ну это, насколько я слышал, это радиопостановка называется для одного человека, то есть. Да, я слышал, я вам еще скажу интересную вещь. Короче, вот тут мне много можно что рассказать, я просто выбираю, что вам рассказать, какие-то фрагменты хотя бы. Вот представьте мое окно, и где-то метров, ну, наверное, 150, через общие городы я вижу, светится фонарь, и ко мне кричат оттуда. Валера, меня убивают! Девушка, короче, кричит. Спасите меня, вы же настоящий человек, помогите мне! Вот такой. И донимают меня очень много. Я выхожу, очень злой, иду туда на улицу, там никого нету. Вижу какую-то в стороне машину белую стоит, чувствуется, что она слезит. Ну, метров тоже 100, наверное. Я так думаю, это же какая-то инститировка. А что за машина, какой марки? Не знаю, белая такая, иномарка какая-то, я не знаю, врать не буду. Стекла черные? Не знаю, стекла, я не могу врать. Не запомнил, запомнил. Я туда не пошел, я вернулся назад, холодно было, я чувствовал мороз, то есть это было не сумасшествие. Мороз, сумасшествие, шумасшествие в человек, он бы не сказал, что там был мороз или что. Я на себе испытывал холод, то есть было зимой. То есть чувство не были остановлены, они работали, да? Да. Я вернулся домой, ну замерз капитально, прогрелся тут более-менее. И вот утром вот это продолжилось, вот я говорил, что там в шарфах замотаны, в очках, в соседнем огороде. Я Леше звонил, он говорит, ты что, с ума сошел, все нормально, блин. Ну как бы успокаивал, но чувствуется, что он как бы защищает, я так думаю. Потому что он тоже работал на этой железной дороге. Вот. Они мне еще долго угрожали по телефону. А как угрожали, каким образом? Что говорили? Ну, мы с тобой заперселимся, ты такой подлый, блин, ты нехороший, такой, что-то гадости какие говорили, непонятные. Давай, разберемся, это опять же был телефонный звонок в голове или звучал, или он... В голове, представляешь, в голове. Телефон звонил, я уже его не брал. Просто вот телефон в кармане звонит, я его не беру. Мне это все надо идти. Понятно, вот это да. Это ужасно. Вот честно я вам, я говорю слово офицера, это я не понимаю. Или, может, действительно я с ума сошел? Нет. Но у меня... Я комиссию в летное училище прошел, у меня все нормально было. Два университета закончил. Один из них Питерский университет, радиофизический факультет. Ты не сошел с ума, Валера? Нет. Я вот живу потихоньку один. У меня четверо детей и все... Ну, одна пропала в Киеве, а так все закончили в университет. Один даже деканом стал. Да. Отлично. И всем владеют английским языком. Так а с тобой кто-нибудь живет или ты один в доме? Живу один. Уединение, получается, да? Обещал сын весной вселиться, не знаю. Вот который декан американского университета. А у тебя три сына и дочка? Два сына и две дочки. Две дочки. Киев пропала от первого брака в Петербурге. Мазуренко фамилия. Елена. Если кто-то, кто слушает запись, знает, и Елена Мазуренко по связи с Валерием Мощенко. Мощенко, правильно, произношу? Да. Мощенко в одноклассниках. Мазуренко Мощенко. У нее своя компьютерная фирма была. Прямо посредине Киева. Как этот бардак начался, но она русская девочка. Так же, как и я. Я так думаю, или ее посадили, или, не дай бог, убили. Она не замужем была? Замужем, да. А муж где дети? Я мужа. Так а муж где дети? А? А где ее муж, где ее дети? Ну, Владик у нее ребенок, а муж я не знаю где. Я с ним не был даже близко знаком. Или они не жили вместе? Кто? Владик муж, да? Семья Мазуренко жила в Киеве. Ну, дочка твоя была там в Киеве, жила с мужем, и с сыном, и ее фамилия стала Мазуренко. Так я и спрашиваю, они жили вместе с мужем? Да, да. А спросить у мужа, что стало с дочкой, нельзя? Я не могу их никого в интернете найти. Это да. И там наших партизан просил, и все. Люди приходят и исчезают. То есть туда по адресу идут и пропадают. А какой адрес Киеве? Больше не выходит на связь. Какой адрес Киеве? Ну? Какой у нее адрес Киеве? Записан, если интересно, попозже скажу. Там просто в другой комнате записано. Ну, если ты принципиально, я могу пойти, посмотреть, сказать. Да, лучше я приостановлю туда запись несколько секунд. Ну, хорошо, я сейчас пойду посмотрю. Да. Ага. Альжига, да? Записал? Да, записал. Альжига. Альжига. Альжига записал. Дом 12, квартира 9. Дом 12, квартира 9. Я прошу тех, кто будет слушать эту запись, посмотрите, кто в Киеве. Есть там Елена и что с ней. Есть возможность, связи с ее отцом. Он очень переживает. Спасибо большое. Буду очень благодарен, потому что я каждый день плачу. Ну, теперь, Валерий, не стоит расстраиваться. Расскажи мне лучше, что ты знаешь за сверхъединицу. Слышал такое понятие? Как? Сверхъединица. Нет, не слышал, честно. Ну, это коэффициент полезного действия, который может быть более 100% разработки Тесла. Тесла очень уважаю. Я радиофизик. Я очень его работу люблю. Давно изучаю его. Это очень хороший человек. Умный. Его у нас преследуют. Это мое мнение. Так же и каждому, кто говорит, что власть дерьмо. Что государство дерьмо. Власть дерьмо у нас. Путин говно. Это евреи. Это известно. Не просто я что-то говорю. Да, Шаломов. Алло? Шаломов его зовут, да, по матери. Алло, не слышу еще раз. Шаломов его зовут, по матери. Да. Они работают точно по книжке катехизиса евреев. Советского еврея, да. Катехизис, советского еврея. Кто не читал, советовал почитать эту книжку. Да. Это вот точно. Вот то, что они делают уже много лет, это точно по катехизису. То есть гнобят русских, шумят, пугают их. Худспайт называется. Да, да, да. Спамят. Ну что угодно, русских забивают в жопу, полную. Я русский, у меня фамилия украинская, но у меня по метрикам и по родителям, я даже украинского не знаю. Меня все, тут все долбают за то, что я у меня украинская фамилия. Я русский человек. Я люблю Россию. То есть тебе не наплевает на то, что происходит вокруг тебя? Ты не останешься равнодушным, когда с кем-то происходит ты жива? Мне не противно, что происходит вокруг меня. Я живу в Киргизии. Я могу сказать, что у нас в Киргизии евреи захватили все. Подожди, а Ижевская-то разве Киргизия? А? А разве Ижевская-то Киргизия? Нет, Ижевская-то радиозавод. А, да. Куда наши киргизы ездили? В Ижевский радиозавод. Евреи захватили у нас все магазины, все еврейские. Они все под русскими названиями. У них русских там вообще нету. Одни все евреи. У них многие на цепочках вот эти звездочки ихние все. Просто они даже не прячутся. Да. Но они так не говорят, они не афишируются. А был у нас депутат такой бородатенький в Киргизии. Он сжег еврейский флаг, молодец. Но он тоже и пропал вместе с Эцинклагеном. То есть его загнобили, наверное, или не знаю что. Они настроили тут столько домов, их никто не может покупать. Они стоят все пустые. Реклама все время по телевидению порит и порит купить и наши квартиры. Никто не может их квартиру купить. И у нас в Белоруссии тоже такая же ерунда. Уплотнение застройки. То есть в каждом дворе еще один дом впрягает. Да, да. Конечно, скотонные дома. Это все еврейская команда. Я вас уверяю. Простыла, наверное? Да нет. Я просто тут печку топлю. У меня все как бы есть, но я не могу пользоваться. У меня денег нет. Я уже радиоинженер очень нищий стал. А в программировании что-нибудь знаешь? А? В программировании что-нибудь знаешь? В программировании? Но я по железу в основном. У меня все дети программисты. Я их не стал в инженерии выпускать, как раньше электронщики. Я их не стал. Они мне все стали программисты. Повторюсь, у меня второй сын после аспирантуры в Голландии стал деканом американского университета в Центральной Азии. Второй сын программист. Ну, как бы не сказать хакер, что ли. Это не хорошее слово. Но очень пишет программы для компьютеров. Дочка у меня... Вторая дочка. Не та, которая пропала. Она... От самого Атабамы три грамоты имела. Объездила всю Америку и вернула сюда, в Киргизию. Сказала, что американцы все сволочи. И продажные твари. Она живет сейчас здесь за русским простым парнем. Получается, они у тебя не по железу, а вот именно по электронным вычислительным машинам, по настройке. Да, да, по электронике. И дочка, которая пропала. Она свою фирму имела в Киеве. По настройке компьютеров онлайн. Понял тебя, понял. Так что... Слушай анекдот. Как-то собрались несколько специальностей и начали выяснять диаметр резиного детского мячика. Игрушечного. Это были математик, физик и инженер. Ну, математик, в общем, линейку взял, взял метр, начал просчитывать по формулам все. Через несколько часов получил ответ. Потом, что сделал физику. Начал в жидкую среду помещать мячик резиновый, чтобы выталкивал воду. Каждый, короче, по-своему. Да, каждый по-своему искал диаметр этого или объем этого мячика. А инженер взял методичку, там, где написаны объемы резиновых детских мячиков. И за одну секунду нашел его значение, которое продумано было. Приятно общиться. Тебе дорого стоит вот ко мне позвонить оттуда, из Беларуси? Три с половиной доллара в месяц. Ой, как мало, ты чего? Ну, дело в том, что у меня льготная стоимость. У остальных всех семь долларов в месяц. Ну, все равно нормально. Нормально, да. Ну, это при том, что у меня сто пятнадцать долларов прожиточные, у меня, максимум, месячные. Да у вас хорошо там, достаточно. Нет, нет, у нас очень плохо, Валерий. У нас настолько все худо, бедно, что тебе не передать. Хрен без соли доедаемость, и так в двух словах сказать. Распояслось государство по полной казушке. А ваш батька что там? Ты знаешь, что Абрам Григорьевич нам не батька, тем более, что он жид. Да ты что, серьезно, что ли? Да, ты не знал, что ли? Ты посмотрел на его нос сбоку, он есть. Я не исключаю этого, раз он поучаствовал в развале СССР. Экономист, я как экономист вам скажу, что мы вместе с Чубайсом программу 500 придумали. Я так и понял, что без вашей руки, Абрам Григорьевич, тут не обошлось. СМС-Айти. А что, Чубайс сказал, ну, не вписались в рынок, пускай погибают миллионами, десятками миллионов. Они в рынок не вписались, новые родятся, которые в рынок впишутся. Ржавый толик. Чубайс, говорят, сейчас сидит в тюрьме, правда, нет? Нет, я не слышал такого. Я слышал, что ему Зилипукин Шаламов доверил нанотехнологии. Нет, это у тебя устаревшая информация. Я после этого слышал, что его посадили все-таки, но я не знаю точно. Может, он просто скрылся, с такими деньгами разом можно сидеть? И слышал еще, что наш этот, как его, Грудинин. Его пищик, фамилия Грудинина, пищик по матери. Да, да. Он тоже наполовину якобы еврей. Жив, да. Ну, не это важно. Еврей, хер с ним. Это важно, это не хер с ним. Да, да, да. Ну, фиксим. Короче, я слышал из, не буду говорить, каких источников, но очень высоких. Все-таки я полковник. Из высоких источников, что ему Чубайс, свои деньги отдал Грудинину. Поэтому он такой богатый. И он даже сам не знает еще все свои счета. Я вот в интернете пишу, там, за Грудинина, не за Грудинина. Я говорю, это путинский, потому что Чубайс и Путин – это одна свора. Да, я слышал, что Грудинину пищику дал денег Абрамович. Абрамович обокрал русов всех. Вот, видишь, все в одном клубке. Поэтому и получается, что я все-таки не совсем еще с ума сошел. Добро, да, верно, добро. Да, вот. И вот Грудинин сейчас всячески выпячивается, что он хороший, и сейчас лезет в власть. Он хочет получить эстафету от Путина, потому что Путин уже, ну, вообще засрался. Я, извиняюсь, засранец по полной программе. Для этого, чтобы помочь русам, надо сделать страницу. Я пытаюсь объединяться. Я пишу там, соединяюсь с группами, вычисляю там этих кремлеботов, которые пишут из закрытых страниц за Путина. А то раньше, вот год назад, они вообще, я заходил, хуевал. Сейчас такого не вижу. У них фотографии все были. Израиль, Кипр, там пальмы, короче, все такое. Они пишут за него, прикинь? Прикинула. Да, вот сейчас такого нету. Они попрятались, уже поумнее стали. Но все равно они пишут, свои высказывания делают, сами с закрытых страниц. Какие-то непонятные люди, я не знаю, это я называю Чичиковские мертвые души. Чичиков, а знаешь? Да, герой Гоголя, повестный ревизор. Ой, нет, мертвые души. Вот такие, это стыдно, это как Путин за 500 рублей. Я не знаю, я вообще в шоке. Еще бы 500 доплатил и сказал бы в интернете, они бы без трусов прошли. Ну да, ну да. Вот такие дела. Ну ты извини немножко, просто я сейчас на ночь выпил, может быть немножко пьяный, но я трезвый, как бы сам по себе, умный человек. Надо тебе пятого ребенка срочно заводить. Да где бы с кем? Если есть белорусочка какая-то, давай. Надо тебя познакомить, да, у нас хватает девчонок. Ну да. Мне нужно нормально, чтобы и мозги были в порядке, и тело, чтобы сиськи не до пупа были. Я таких не люблю. У меня, у меня вторая жена на 15 лет младше была. Да, здорово. Та, которая трех детей родила, и, ну, не на 15, а на 13 лет младше была. Угу. Я из нее народную артистку сделал. Здорово. Ну ладно. Ну, до связи тогда, Валерий. Было приятно пообщаться. Я сегодня буду рад тебе. Хорошо? Договорились, хорошо. Буду звонить. До свидания. Продолжение следует...